Ограниченные возможности не повод опускать руки. Это наглядно демонстрируют юные швеи из Иркутска. В мастерской, которая собрала под своей крышей особенных детей, на свет появляются подушки, предметы одежды и интерьера. Ксения Абутина побывала там, где рождаются красивые вещи. Очень милые, женственные капли. Таких детей, как Рита и Даша, принято называть особенными. Правда, сами юные швеи так не считают. Они самые обычные. Разве что шить умеют лучше, чем многие их сверстницы. За месяц своими руками создали целую коллекцию. Подушки разнообразных форм. От классики до зайчиков. Наволочки с украшениями. Мама Даши, Валентина, довольна. Занятия в швейной мастерской позволили дочке за короткий срок освоить навыки шитья. Предложила дочке своей, дарила мне необычный ребеночек. И мы тоже стали участниками этого проекта. Чему я безмерно просто рада. Потому что за месяц, чуть больше, потому что ребенок здесь научился, она не научилась на школьных трудах за два года. То есть шов, который она делает, просто идеальный. Мне кажется, такое ощущение, что у нас дома стоит машинка, и Даша всю жизнь шила. Мастерская тоже необычная. Она появилась после того, как организаторы смогли победить международной премией «Мы вместе». Их проект занял третье место. На выигранный грант закупили оборудование. И в этих стенах застрекотали швейные машинки. Занятия в мастерской проходят в свободном формате, по несколько часов в день. В этих стенах девочки не просто учатся рукоделию, но и зарабатывают свои первые деньги. Им выплачивают стипендии 100 рублей в час. Кроме того, здесь ученицы любят беседовать на различные темы. Юные мастерицы постоянно импровизируют и стараются привносить изюминку в каждое своё изделие. Поэтому угадать, что в итоге получится, не может никто. Все стишки, выкройки школьницы делают своими руками. За профессиональную швейную машинку садятся тоже сами, но всегда под чутким руководством наставника. Помимо швейной мастерской существует ещё одна, работать в которой интереснее мальчикам. В ней реставрируют старую мебель. Получить вторую жизнь успели уже несколько стульев. Как только работа завершится, они отправятся в одно из эко-пространств города. По условиям гранта продлятся мастер-классы всего 4 месяца. Но организаторы надеются, что появится возможность их продолжить. Ведь такие социальные объекты помогают людям с ограниченными возможностями учиться новому, развивать свои навыки и таланты. Ксения Бутина, Иван Гоголев. Новости по будням.